В конституционном Константинополе и со спокойным остальством изобретавшего универсально совершенствованный пыли-пневмомешковый калачитель. Вы знаете, что мы забыли? Мы забыли хлопушку. Хлопушка. Чпок. Отлично. Можно сказать, эфир начался. Привет всем. Привет, дорогие друзья. Неожиданно, да? Что, они ждали, да? Вот так. Сегодня будет реальный разговор. Так. Не понял? Игорь Корёк, ты же должен в бане в этот момент париться. Похоже, Игорь забил на баню и смотрит нашу программу. Программа называется... Может, он смотрит прямо из бани. Прямо из бани. Из той самой бани, которую тетя Валя продала. Она продала две бани, пока она тут рулила в городе Петербурге. Продала баню на братьев Васильевых и вот сдала баню Пушкарскую, в которую любил париться сам Шаляпин. Пушкарская, Шаляпинская баня, и так ее называли. Сейчас там такая жалкая-жалкая, там живопырка такая, 20-метровая. Вместо пяти этажей разных классов. Оля Заславская, Слава Березницкий, Алексей Илюшин, Дипигалла Рунетова, Дмитрий Гонцевич, Вера Ковалева, Анна Шатрова, Макс Ермашук. Анна Шатрова, ух ты, актеры вспомнили про меня, стародельщины. Вот, хорошо, очень приятно, да, это такие... Те, с кем я вообще начинал свою творческую деятельность. Николай Мелешкин, Сергей Пуляхин, Алла Беляева, значит, наверное... Беляева с нами. Николай Тихонов, Иван Рязанцев. Ваня, привет! Ваня! Мы победим! В общем, всех с прошедшим праздником, так сказать. Вот, и с наступающими. Вот, сегодня программа «Песнь 21», как обычно, вас приветствует. Мы, концепция программы какова? Что я, пока нам совсем это самое, не прикрыли кислород, решил на старости лет спеть все свои песни, которые я написал. А то вдруг перекроют интернет, и вы их никогда не услышите. Вот, и сегодня у нас 77 номер программы. Выпуск. Выпуск, да, выпуск. Меня зовут Михаил Новицкий, оператор эфира «Наше все неизменно» Елена Пинчук. Она вас приветствует. Привет, привет! Игорь Конюк пишет, «Пушкарские бани внимательно смотрят телемост». Не может быть! Я надеюсь, что там актеры из... Как бы там, я сбыл из театра ночью. Ренат, я... Да, Ренат. Тоже там сейчас находится, и с Игорем ее смотрит нашу программу. Так. О, Смирнова. Смирнова нарисовалась. Смирнова нарисовалась. Смирнова нарисовалась. Смирнова нарисовалась. Алена, как там, сдала экзамен? Да, вообще. Напиши. Искандер Вагапов, привет пишет, Татьяна Шмидт, Матвей Метью, привет ребята, это Ингерман Влади, Артем Васильев, Галина Кошкина, Дарья Скокленова, Искандер Вагапов пишет, привет Матвей, Галина Кошкина, аплодирует, Андрей Кулешов, привет. Андрюх, привет, привет. Макс Ермашук пишет, добрый вечер, друзья, кто мастер такого чудесного боди-арта? Ну это Елена Пенчук, естественно. Искандер пишет, Макс, а тебе какое дело? В общем, компания собралась хорошая. Да. Хорошая. Настоящих пацанов. Да, настоящие, реальные пацаны, в общем, собрались, и девчонки там, всё, всё клёво. Почему, значит, каждый раз я пою какую-то одну песню, кто не знает концепцию. Кто знает, уже объяснять не надо, но я объясню для тех, кто не знает. Каждый раз я пою одну единственную песню своего репертуара, либо уже давнишнюю, либо недавно написанную, но одну. А потом мы чуть-чуть общаемся. Вот пока народ подсобирается потихоньку, зовите друзей, я рассказываю концепцию. А потом пою эту песню. Значит, сегодня наступила песня, очередь песни, которая называется «Бабло твоих родителей». С чем это связано? Я очень остро ощутил, что у нас произошла... Я думаю, у наших родителей кто-то бабло... Тобрал уже! Уже, да, уже отбирать-то нечего. У нас произошла, так сказать, быдловская революция. Одно быдло сказало в сортире мочить, другое быдло сказало в Питере пить. И понимаете, конечно, что быдло лезет в Сенат. То есть скоро нашими бюджетами будут распоряжаться обыкновенные быдло, скабрезные. И обидно мне, что, конечно, это вне политики, программа вне политики. Ребята, программа вне политики. И для тех, кто вконтакте нас наблюдает, для тех, кто в фейсбуке, и для тех, кто потом в записи. Программа вне политики. Мы вообще вне политики. Но! Есть такая партия роста. И вот к ней пришнуровался новый член. Который, они, так сказать, решили на нас всех положить. Вот. На наши эти самые... А вот эту песню, которую я как-то, вы знаете, я ее не пою на концертах. Как-то вот как-то стеснялся, что она, может быть, слишком такая не очень интеллигентная. Ну уж, раз пошла такая пьянка, раз этот... Раз уж в правительстве... Раз уж в правительстве столько быдло, так уж куда деваться. Алла Беляева присоединилась и я здесь пишет. Алла Беляева, привет. Асан Мумджи, Макс Горсков, привет, пишет нам. Все, собрались. Макс, привет. Михаил Сергеевич, добрый вечер, Михаил, пишет. Искандер Вагапов. Поправку в Конституцию принимали актеры-спортсмены. И гопники. Хотя это одно и то же. В принципе, сегодня тоже одно и то. Алла Беляева пишет. Миша, отлично выглядишь. Спасибо. Спасибо, друзья. Аллочка, спасибо. Ну, чтобы не тянуть резину, я сначала спою песню. А потом, кто хочет, мы еще пообщаемся. Вы будете задавать всяко разные вопросы. И мы можем хоть два часа потом сидеть в эфире. Но песню нужно спеть. Программа такая. Вот. Ой. Песня, она написана была к 300-летию Петербурга. И исполнялась первая ее премьера. Состоялась в театре эстрады. Программа называлась Стебалова. Так вот написано. Представьте, Стебалова. И буква Е, большая, не буква. Большое. Заглавное. Стебалова. Представили. Такая была программа в театре эстрады. В театре эстрады я не выступал давно. Тебя искал по свету я. И мне, друзья, советуя подсовывали всяческих невиданных людей. Но мне они никто несет, и я не соглашался все, пока тебя не встретил я. Душа мечты моей. С баблом твоих родителей. С баблом твоих родителей. С баблом твоих родителей. С баблом твоих родителей В тебе меня всё радует И метры те квадратные И дача эта знатная Ценой миллиард рублей С баблом твоих родителей 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 Твоих родителей Я стану христианином буддистом, мусульманином. А хочешь, пейсы выращу, а? И буду я еврей. Но с баблом твоих родителей, с баблом твоих родителей, с баблом твоих родителей, твоих родителей. С баблом твоих родителей, это ума. С баблом твоих родителей, Свобода твоих родителей, твоих родителей. Пускай отвисла попочка, пускай боба, как пробочка, но все же помогает мне любить тебя сильней, что побоу твоих родителей, побоу твоих родителей, побоу твоих родителей, твоих родителей. Бобоу твоих родителей, побоу твоих родителей, твоих родителей, твоих родителей. Пускай отвисла попочка, пускай боба, как пробочка, но все же помогает мне любить тебя сильней, что побоу твоих родителей. Бобоу твоих родителей, побоу твоих родителей, побоу твоих родителей. И их родителей, родителей, родителей. Здоровья всем родителям! Это праздник какой-то. Праздник любви. Скоро 8 марта. И мы вас правим, как следует. Слышу ваши бурные аплодисменты. Че там? Таня Шишкова присоединена. Чек Водогрей. Здоровья всем родителям. Михаил Сергеевич пишет, я был с мамой на этом концерте. И хотя я был маленький, но помню. Серьезно. А мама вас сфотографировала. Да? Здорово. Лариса Павлова, привет, присоединилась. Приходите, что надо сделать. Лариса Павлиянова, Джоанн Берг, Алексей Попов, Сергей Крымов. Ну, чего вы нас? Искандер Вагапов спрашивает, кто такой Вова? Вы еще спрашиваете, кто такой Вова. А давайте прочитаю. Амафер Машук спрашивает, Искандер, а тебе какое дело? Ну ладно, ладно, я так не будем переходить на личности. Но я тогда прочту. Марьяна Баконина, привет. О, Марьяна, привет. Марьяна, дальненько не слышались, не виделись. Давненько Марьяна меня не приглашала на центральное телевидение. Да, Марьяна? Вот. Ну, пункт. Пока с такого вещать я не приглашаюсь к себе сюда. Приходи, поокуем. Вот. А раньше, да, бывало, да. Марьяна такая красивая, такая сидит, ведет программу. Я там что-то умное вещаю, супротив застройки города. Резник там что-то тоже. Иван Рязантов пишет зачетная цепарана. Он мне ясное дело. Реальный пацан. Реальный пацаны собираются править Россией. Так что надо как-то менять имидж. Надо соответствовать как-то быть. Соответствовать как-то. Я стараюсь, друзья. Все предатели уже давно покинули Россию. Вот. А реальные пацаны тут будут рулить. Так что я с пацанами... Чего? А я остаюсь. А давайте организуем свою партию. Да. Я подумал, ну надо организовать свою партию. Ну что там партия роста. Знаете, только надо, чтобы в названии, насколько было, как настоящая вора, мы должны стырить этот самый, как реально, должны стырить название Россия. А потом присыпать свое какое-нибудь там. Знаете, была у нас как бы единая Россия, справедливая Россия. Тут даже наши карифаны открыли партию Открытая Россия, но что-то они потом соединились в названии без России. Единые демократы. Объединенные. Объединенные демократы. Вот. Вот. Должна быть воровская какая-то Россия. Или, знаете... Лариса Павловна предлагает партия любителей волнистых попугайчиков. Не-не-не, бабло. Бабло России должно быть. Бабло России. Вот, такая хорошая партия. Бабло России. Хорошее название. А я буду президентом, да, друзья? Ну-ка, кто будет голосовать, плюсики поставьте. А шнур будет у меня этим самым. Премьер-министр. Вот. Хорошая партия. Вот. Будет соответствовать как бы форма, содержанию. Почему бы нет? Вот. Правда, красть уже нечего. Уже все покрали. Юра Мачулов присоединился. Юра Мачулов. Привет, Юра. Мне очень приятно, что ты сможешь наши программы. Я тоже скажу, что Юра Мачулов, это один из... Мачулов. Извиняюсь. Юра Мачулов, это один из первых продвигателей группы СП «Бабай». Мы к нему пришли после победы там на Думской площади. Сказали, вот мы победили на Думской площади. Он спросил, регулярно выступаете? Мы сказали, ну так, более-менее. Давай тогда. И нас пригласил. Куда он пригласил? Я пригласил в юбилейный, протащил Юрия Шепчуку предложил. Тот как бы нас протащил в юбилейный выступить. А потом он еще нам устраивал, насколько помню, концерт. И на разогреве, так, классный концерт, на разогреве мы участвовали в команде. Ой, господи. С Пленов? Нет, не С Пленов. Искандер пишет, я буду министром обороны. Обороны? А давай министром на падение. У нас на самом деле... Ну а кем еще Искандеру быть? Ну да, Искандер. Враги еще. Михаил Сергеевич пишет, я помню еще ваш концерт в клубе Орландинов в году в 2004. Концерт был отличнее. 2004. Подожди, что это было? Это, наверное, лампушка была? Или сольник? Что это было? Я не помню. Может, день рождения твой. В Орландине? Нет. Я думаю, что, может, была зимняя лампушка, скорее всего. 2004 года. Вот Искандер предлагает, либо пан, либеральная партия Новицкого. Хорошо. Либо пан, либо пропал. Чего еще? Телекс Рабинов пишет, я за. Отлично, отлично. Собираем, собираем. Вот, взносы, шленские. Вот, собирать будем. Большие, конечно. Далина Кошкина пишет. Михаил, не могу забыть песню Снегопадища. Шедевр. Вы будете ее сегодня исполнять? Очень хотелось бы. Нет, если вы наберете песню 21 в Ютубе, вы найдете эту песню вот в той же обстановке исполненной, по-моему. Дали? Мы же ее исполнили. Да. Смирнова пишет «Бабайская Россия». Ну, Смирнова прямо в точку «Бабайская Россия». Хорошо, да. Мне нравится Смирнова, да. Смирнова, Александр, ты мой личный летописец. Все. Я что забываю, что со мной случилось, я сразу в записи Смирновой. А у меня там все записано. По часам. Что я делал, в каком коду, в кого был влюблен, с кем развелся, какую песню написал, с кем подрался, какой сквер отвоевал и так далее. Ну, и все подробно, по часам, по часам. Спасибо тебе, Александра. Спасибо Юрию Мочилову. Спасибо всем, кто вообще... Марианне, спасибо. Вот. Каньку спасибо. У нас сегодня... А, завтра у нас будет день рождения Александра Заславского. Он подлец не смотрит нашу программу, понимаешь? Вот. Не смотрит. Но мы его все равно так, так, предварительно... Искандер спрашивает, что означает 26 февраля в 2020 за спиной? Это сегодняшнее число. Или сегодня уже март наступил? Может, я попутаю? Я сегодня уже думал, что 25-е. Я переправил на 26-е. Это сегодняшняя дата, друзья. 21-е, это песня 21. Вот. Что значит космическое пространство, в котором мы находимся? Вы видите звезды как вокруг. Вот. То есть, как бы мы единственные такие в Солнечной системе. Последние из макикан. Вот. Но все-таки спросили, я должен ответить на вопрос про мобла. Я простую стихотворение, которое к сегодняшней программе не относится. Как бонус. Для тех, кто продержался, протрепался, проголосовался, я подарю вам бонус. Не помню. Да, кстати, голосуйте, голосуйте там в комментариях. Бонус. За нашу партию бабло России. Итак, бонус относительно вопроса про эту замечательную татуировочку. Значит, вот в потной ладошке зажата конфетка. Вот вышел на улицу лапочка, детка. Вот кто-то конфетку отнял у дитяти. Ой, как это было не кстати. Обида взрослела, шагала, карая, от дома до дома, от края до края. И вот доигрались обида на троне. Отняли конфетку. Возьмите полонич. Кто сразу не понял, разлейте-ка литр. Так вот. Путин лучше, ну скажем, чем Гитлер. Слушай, слушаю ваши бурные аплодисменты. Спасибо, Саша, спасибо, Марьяна, спасибо, Юра. Всем спасибо. Вы замечательные. Если бы не вы, я бы давно уже к черты матери уехал. А так думаю, блин, хожу все-таки на улицу, прихожу на концерты. Все-таки нахожу своих. А среди этого леса, нахожу своих. Михаил Великанов стал пытаться. Ну, если больше вопросов нет, и если я кого-то не успел поздравить с днем рождения, я поздравляю, потому что вон там конек уже замелся. У Валентины Гиндлер был с днем рождения на днях. Мы ее поздравляем с прошедшим днем рождения. Кого не поздравил, допоздравляю. Намекните в своих комментах и в ВКонтакте, и в Фейсбуке. И можете в Одноклассниках. Это будет. Пишите чего-нибудь. Я вам обязательно отвечу, чего не было в этой программе. Ну, и, собственно говоря, хватит трепаться. А 8 марта мы вас ждем... О! 8 марта мы вас ждем на Пушкинской 9, где мы сделаем замечательный концерт песен о любви. А потом это все превратится в фуршет. И танцы. Дискать, дискач, дискач, будь дискач. Вот, реально дискач для реальных пацанов. И девчонок. И девчонок реально реально реально. Директор все знает. А потом для реальных... Саша Датюк спрашивает, чей Крым? Чей Крым, чей Крым. Крым! А вот вы как думаете, напишите в комментариях. Пусть каждый напишет. Нет, ну... Нет, нет, тут спрашивают... А я думаю, что Крым крымский. Нет, пока... Нет, на самом деле он был Крым крымский, пока он не стал аннексироваться. Пока за него не стали драться. Да, пока за него не стали драться, он был Крым крымский. А теперь он для меня точно украинский. Принципиальный. Просто украинский себе и все. Он не на самом деле, он татарский. Конечно, он татарский прежде всего. Раньше он был, да, такой. Вот. И смотря с какого... Ну, теперь дело принципа. Смотря с какого момента начинать считать. Можно вообще турецкий человек его знает. И вообще греческий, да. Все там названия фарос, там фалос или какой-то... Фарус. Все. Ну, понимаете, программа такая наша, опытская. Вот, сегодня. Вот, что-то ков в голову не лезет, понимаете, с этим антуражем. Так что... Алексей Новицкий присоединился в Ластрега. Саламаликова, Растрега, ух ты, мой. Опоздала, правда. Опоздала, Растрега. Ну, ничего. Она потом посмотрит. Растрега, это женщина. Я бы сказал, очень даже мусульманка, по-моему. Надежда. Аллаху Акбар, воистину шалом. Ашвадан ля и лахиль Аллахе. Растрега. Вот. Самолна Жордастнар, Козлар, Балалар, Ухшалар. Надо прощаться. Чего не сказал, да, обнимаю вас и докомментирую в ответах на тех вопросах, которые вы напишите в этом самом. Мы пригласили... А, забыл пригласить. На 22 марта это «Маленький принц». Это «Маленький принц» — это суперспектакль. Это лучший спектакль года в Петербурге, в Москве. Ну, собственно говоря, планета-то небольшая. То есть, это лучший спектакль. Планет. Планет. Земля. Да. Она небольшая. Всего 44 тысячи километров в периметре. Ну, давайте прощаться. Но не на совсем. Не на совсем. Встретимся на следующей программе, которая будет 78-я песня. Показывайте этот номер тому, кто не видел. Расскажите друзьям о нас и передачи интересного. И приходите на наши мероприятия. Вот. Если Юра Мучулов пригласит нас на окна «Открой», вот, есть такая у него затея, вот, то мы с удовольствием туда придем. И вас пригласим. Пока-пока. Всех просто неистово. Пока.